Сергей Чалов видео пушка ребята опровергли сами свою же теорию но говорят все равно мы не перестанем с ней считаться теория большого взрыва под вопросом что обнаружил космический телескоп я очень тронут спасибо большое что вы пришли вообще у вас замечательный такой праздник конечно я еще был совершенно потрясен тем что первая улица на которой я в казани оказался астрономической улицей я просто был специально что-ли так подстроили в общем удивительное дело ну разрешительное представиться для тех кто меня не знает меня зовут кирилл вас леников я астроном астрофизик сотрудник булковской оператории в петербурге и вот последние несколько лет веду блок которые какую-то такую большую популярность имеет мне это очень приятно я сегодня собирался рассказать ну вообще вы знаете у меня последние пару лет установилась такая система для в том что наша удивительная наука сейчас буквально каждую неделю без преувеличения приносит новости которые действительно имеют большое значение ну в истории науки я бы сказал в целом может вы не поверите но это так я надеюсь что я сегодня это предмострирую теми вещами о которых я сегодня расскажу вот я сегодня хочу показать несколько самых последних работ которые все как одна имеют отношение к одной и той же теме к физике ранней вселенной к космогонии к космологии к науке о том что происходило во вселенной буквально в первое там несколько миллионов я не буду несколько сотен миллионов лет после большого взрыва эти данные настолько не вяжутся с нашими представлениями о ранней вселенной которые были у нас последние несколько десятилетий что да некоторые люди даже заговорили о том что не пора ли нам расстаться с теорией большого взрыва а уж по моему сейчас даже маленькие дети знают что был большой взрыв что вселенной расширяется что галактика разбирается и так далее это представление вообще-то на самом деле достаточно ну дикое и не не вписывающийся в наши разумные такие ежедневные физическое представление она лежит сейчас в основе наших представлений вселенной в целом так вот сначала я бы хотел просто заявить что мы так легко теории большого взрыва не отдадим и те кто надеется что сейчас она рухнет им придется все таки немножко подождать нормально теория большого взрыва полное дерьмо мы это понимаем мы это фиксируем те железные игрушки которые нам выдали помогают нам это делать но мы мы никак нет мы что мы я бы хотел просто заявить что мы так легко теории большого взрыва не отдадим вот он истинный соратник таких людей надо набирать чего бы ты не гнал какую пургу они ее просто так не отдадут теория больших квадратных яиц страуса да она неверно мы от нее не откажемся и те кто надеется что сейчас она рухнет им придется все таки немножко подождать вот я бы хотел но поскольку здесь все таки есть не только люди которые разбираются подождать когда вымрут динозавры так вы успеваете плодить новых динозавров которые верят в теорию большого взрыва что ждать то или набрать критическую массу и вас всех уже пинками выгонять ни одного салатеева выгнать а вас все до кучи в общем разбираются в этом есть наверняка большинство таких но все-таки те кто для кого это может такая немножко новая тема я хотел несколько слов сказать ну вот обратиться немножко к истории что и самому может быть тоже понять лишний раз за что же нам так дорога чем нам так дорога это в общем дикая и крышесносная теория вот этот вот почтенный джентльмен все знаете наверно кто это такой это Эдвин Хаббл американский астроном который в конце двадцатых годов по-моему эта фоточка относится в 27 обратите внимание вот эта вот молильня на всю импортную иконостас американец что-то там сказал да мы изучили он вот как раз знаете есть такая шутка он первым посмотрел на небо и заметил что белый человек посмотрел на небо и заметил что вселенная расширяется первый человек посмотрел на небо и увидел что вселенная расширяется то что грамотного элементарного образования начального образования хватает для того чтобы понять что пространство не может расширяться а термин Вселенная включает в себя пространство, значит тоже расширяться не может. Если это расширяется не Вселенная, разлетается материя в наблюдаемом фрагменте Вселенной, это другая трактовка. Третье, вероятность есть, что если все разлетается из вашей единственной точки, то вы, придурки, дошли уже хуже, чем до той точки стартовой, где была геоцентрическая система, уже глубже них просели. Вот, вы понимаете, что есть вероятность такая, да? К чему она равна? То, что Вселенная расширяется от Земли, разлетается от Земли. Вероятность какая? Во Вселенной миллиарды хрендалионов разных объектов, а Вселенная у вас разлетается именно от Земли. То есть, если у вас есть мозг, вы понимаете, что вероятность такого события, она стремится к нулю. Она равна нулю, и еще раз туда стремится. Это невозможное событие. Даже если я сказал, белый человек из Америки, вам надо сразу же немедленно признать этого человека дебилом. И свой мозг как-то обмотать изолентой и не смотреть в сторону Америки. Нет, вы его признали Светочем, белым человеком и молитесь до сих пор. И мы просто так не отдадим теорию большого взрыва. Мы козырные дебилы. Мы верные соратники. Так он сделал. На самом деле, вы все знаете, что это достаточно сложная была работа. Она в те времена лежала на границе технических возможностей этого времени. Сложная работа. Придумать, что Вселенная расширяется. Тут приборы-то не помогают. Когда ты придумываешь, что Вселенная расширяется, ты это вообще без любых приборов придумываешь. Это вот у тебя два провода берется из розетки таких мозга. И ты придумал глупость. Вот как? Вот если у тебя мозг здоровый, как ты можешь глупость придумать? Вселенная расширяется. То, что невозможно физически, то, что невозможно в природе. Ты это объявляешь. И как в эту дурость вас столько человек могло поверить? Вы, вот ты же собрался там возле ребятишек, да? И взрослые там у вас есть. Ты должен быть пожилой человек, ты должен быть критерием оценки. Ты должен верно от недостоверного фильтровать, отличать, отделять. Ты не должен пропускать гной в образовательное пространство. А ты это делаешь. Кирилл Масленников, наверное, человек-то хороший, занимается вредительством. Он просто сфотографировал спектры некоторого количества галактик и обнаружил, что в связи с эффектом Допплера спектральные линии смещены в красную сторону практически у всех этих галактик. Вот он получил такой. И из этого, возможно, 48 различных вариантов вывода. Но есть самый тупой вывод, что Вселенная расширяется. И вам надо все выводы отбросить. И вот именно выбрать самый тупой, потому что он американский, потому что вам его дал белый человек, и начать носиться с этой версии. Замечательные российские звездочеты могли сказать. Вы американские дебилы. Идите нахрен со своей дебильной версией разлета Вселенной. Мы вас не пускаем в нашу науку. Но нет, вы в силу каких-то причин решили так сделать. Он получил такую историческую картинку. Это его первый рисунок, на основе которого все развелось то, о чем я сегодня хочу говорить. Видите, по горизонтали расстояние, по вертикали скорость. И мы видим, что... Вот меня, блин, тошнит от этого ролика. Вот уже тошнит. Вот сколько нам снимать ролик, чтобы он был завершен? Его можно прервать уже сейчас? Или еще надо для порядка несколько минут его смотреть? Чем дальше галактика, тем с большей скоростью она от нас улетает. Тут надо еще немножко отступить назад и вспомнить, что примерно за 10-12 лет до этого, в 15-м году, то есть в общем 100 лет назад, появилась общая теория относительности Эйнштейна. И сейчас для нас это, я бы сказал, такой исторический факт довольно скучный. Ну, появилось, но мало ли теории появлялось. Но я хочу, чтобы вы сейчас ощутили, насколько это было, ну, невероятно глубоким сдвигом в наших представлениях. Это зомби, это релятивистский сектант, это исчадие релятивизма, который бегает и продолжает этот разносить релятивизм. Шланги недостоверной информации, которые вливают ее в голову студентам, они должны быть, ну, просто оккупированы. Ну, ладно там социальный какой-то пакет им оставить, но источники доходов им надо прекратить, чтобы они, ну, не сгорялись над людьми. Подонки, реально подонки. Замечательный звездочет, может быть, был бы без этого релятивизма. Но релятивизм... Человек не может траекторию отличить от искривления пространства. Если человек не может траекторию отличить от искривления пространства, лучше шел так, оп, оп, траектория такая, оп, загнулась, искривилась. Если он сказал, что это искривление пространства, это дебил. Неважно, хороший он, нехороший, возрастной, невозрастной. Имеем, что имеем. Это человек, которому плохо, который не может сосредоточиться. Если ты не можешь сосредоточиться, тебе нечего делать в образовательных учреждениях. Абзац. Давайте уже как-то в себя приходите, кончайте эту заразу гнилостную разносить по планете. О мире вообще, не только о Вселенной. Как сказал один знаменитый американский физик Джон Уиллер, Эйфтейн понял, что не просто есть... Так сказал один знаменитый. Вот это продолжение моления на белых людей. Белые люди что-то сказали. Один белый человек сказал про другого белого человека. Туземцы, задолбали вы уже со своим раболепием перед чужими глупостями. С вами не хотел эту дрянь смотреть Виктор Катючек. Мне тошнит от этого брида. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслив что-нибудь одно. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Дураки нас окружают. Мы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайк и распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». Давай! Катючек, канал «Научный трибунал». Субтитры подогнал «Симон»!